Субботний эфир телеканала Радуга 3 начинает итоговый выпуск новости недели. Здравствуйте! Добрый вечер! С вами Надежда Щепакина и Дмитрий Сруков. В начале выпуска коротко о главном. Спорт объединяет поколения. В Сергиевском и Кенчеркасском районах подвели итоги открытых сельских игр. 15 лет ежедневной помощи. Сергиевский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья отпраздновал юбилей. Встретить лето с отремонтированным домом. Администрация района продолжает оказывать помощь ветеранам войны и труженикам тыла в плане благоустройства. Дерево победы. В рамках всероссийской акции молодежь района продолжает озеленять свою малую родину. Эти соревнования не только демонстрация всех лучших спортивных качеств. Это дань памяти ветеранам, тем людям, которые ковали победу. На прошлой неделе в Суходоле состоялись областные сельские игры. Посвящены они были 72-й годовщине Великой Победы. Участие в них приняли молодые спортсмены из 27 муниципальных районов области, а также из других уголков России. Героями же этого большого праздника стали, конечно же, ветераны. Их масштаб все ширится и растет. На протяжении трех лет каждую весну они становятся главным событием года. И не только спортивным. Очередные областные сельские игры прошли в минувшую пятницу в Серьевском и Кенель-Черкасском районах. Торжественная церемония открытия состоялась на Суходольском стадионе «Алим». Организаторам удалось сделать ее по-настоящему грандиозной. У многочисленных гостей по итогам церемонии остались только положительные эмоции. Грандиозное зрелище, массовое, красивое, спортивное. Факт то, что количество людей, участвовавших в этом, очевидно, что возросло. Кроме детей, тренеров, учителей, воспитателей, ветеранов нашего субъекта федерации, приехали еще 9 субъектов Российской Федерации. Это значит, что мероприятие явно позитивное, оно в цель, в десятку, тогда. И третье, оно обязательно сработает, потому что передовой наш, это можно считать, что передовой опыт, тогда он будет развеять по Российской Федерации. По окончании торжественной части почетные гости, среди которых были депутат Государственной Думы Николай Антошкин, министр образования области Владимир Пылев, глава Серьевского района Алексей Веселов, ветераны, герои Советского Союза и России, все они проследовали на так называемую Национальную улицу, расположенную рядом со стадионом. На ней были представлены культуры народов, проживающих на территории муниципалитета. Молодцы, стараются люди, и это очень хорошо. Впечатление у всех, вот я своих спрашивал, у всех впечатление очень хорошее. Рядом свое умение продемонстрировали и военно-патриотические клубы Серьевского района, показав гостям арсенал различных навыков, таких как, например, сборка и разборка автомата. Праздник чувствовался всюду. Играла музыка, звучали песни ансамбля военно-десантных войск, гвардия, работала военно-полевая кухня. Каждым годом размах мероприятия становится шире, и качество проведения этого мероприятия становится выше. Если мы в прошлом году были довольны и говорили, что вот как здорово, как замечательно, то сегодня мы увидели уже иной уровень. И кажется, что на следующий год уже лучше сделать невозможно, но я уверен, что на следующий год будет еще лучше, и будет это продолжаться с каждым годом. Любой антураж – это неизменная составляющая каждого массового праздника. В этом плане организация нынешних игр оказалась на очень высоком уровне. Но все же главная часть любого соревнования – это прежде всего борьба за победу среди самих участников. А ее в этот день было немало. Только на базе «Олимпа» награды разыгрывались в семи видах спорта. Молодых спортсменов около полутысячи. И для каждого сельские игры наверняка важный жизненный этап. Для ребят состязательность, она на самом деле важна. Потому что если ты соревнуешься, если ты желаешь быть первым, то это желание проявляется во всем – в спорте, в учебе, в творчестве. И дальше это будет проявляться в работе. На стадионе отношения выясняли легкоатлеты. Им предстояло преодолеть несколько беговых дисциплин. Баскетболисты соревновались в стритболе. Быстрее всех победители определили городошники. Сергиевская команда выступила достойно, но совсем немного уступила соперникам из Кенель-Черкас. Я думаю, что я хорошо выступил, мне все понравилось, было интересно. Очень хорошая игра, очень занимательная. Играть можно. Ну, учили, конечно, можно других еще учить. Под куполом спорткомплекса «Олимп» проходили соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису и дартсу. Лучше всех дротики метали ребята из команды муниципального района Шенталинский. По итогам соревнований им достался красавец кубок. После церемонии награждения победители раскрыли секрет своего успеха. Точность, можно меткость отработать. Ну, и самое главное, занимать места хорошие. Здесь же определялись сильнейшие в настольном теннисе. Сергиевская команда сражалась за победу до последних матчей. Но все же первенство, как и в городошном спорте, за принципиальным соперником-соседом сборной Кенель-Черкасского района. Сегодня всех выиграла, соперников не было. Мы заняли первое место. Мне очень нравятся такие соревнования. Приезжаешь, встречаешь своих друзей. Всего же в этот день ребята соревновались в 12 видах программы. 5 видов прошли на базе Кенель-Черкасского района. По итогам соревнований в командном зачете безоговорочную победу одержала сборная Сергиевского района. Наши спортсмены перенствовали в мини-футболе и плавании. А всего в 9 видах поднимались на пьедестал почета. Как результат, отрыв 30 очков от ближайших преследователей и первое место. Серебряным призером в общем зачете стали Кенель-Черкасские спортсмены. На их земле состоялось торжественное закрытие игр. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Сельские игры в этом году проходили не только на территории нашего района. Около половины состязаний состоялись и в селе Кенель-Черкассе. Там же прошло и торжественное закрытие сельских игр. Слово нашим коллегам с 51-го канала. Ярко, масштабно, торжественно так проходила церемония награждения победителей и закрытие третьих сельских спортивных игр. В Кенель-Черкассах в этот день работало 7 площадок. Соревнования по остальным видам спорта проходили в Суходоле, Сергеевского района. Там выступали и Кенель-Черкасские теннисисты. Команда в составе Александра Зубкова, Софии Тимакова и Данила Чертыковцева оказалась самой сильной, причем уже не впервые. Мы уже третий раз принимаем в сельских спортивных играх, которые проходят на территории Самарской области. И третий раз становимся победителями. Все благодаря нашей целенаправленной, упорной, учим-тренировочной работе, которую мы проводим с ребятами. Они на своих занятиях проявляют упорство, трудолюбие. Ну и, конечно, талант, который у них, несомненно, присутствует. Кубок героев достался и рукопашникам. Парни не зря старались. Удары соперников держали стойко, а наносили метко. Хоть и пришлось непросто. Через кровь, через пот, через труд. Команда – это когда все вместе мы начинаем все вместе делать. И получаем такие вот призы. Командное место. Дебютировали кинячеркассцы и в соревнованиях по русской лапте. И, надо сказать, не безрезультатно. Да, мы долго готовились, тренировались к этим соревнованиям. Что самое сложное оказалось? Попадать по мячу битой. Почему? Две дели? Тушь долго тренировались. Против вас? И команда сплоченная была. Среди почетных гостей церемоний закрытия третьих сельских спортивных игр были герои Советского Союза, герои социалистического труда, герои России. Их выступления школьники слушали особенно внимательно. Возможность пообщаться вживую с такими легендарными людьми выпадает нечасто. Сегодня у нас, я боюсь растеряться, потеряться в счете около 10 героев Советского Союза, Российской Федерации. Все это хорошим фундаментом ляжет воспитание нашего поколения. Послужит хорошим примером, какими надо быть патриотами и сынами нашего Отечества. Поэтому впечатление самое лучшее. Спорт сегодня во всех видах, во всех площадках работает, развивается. Может подарит новые талантливые имена нам. Поэтому будем смотреть, наблюдать и радоваться. Посетили Кенео-Черкассы и олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира. Уровнем организации соревнований в селе остались очень довольны. Я здесь впервые. Я благодарна органом соревнований за приглашение. Очень хорошая организация на высоком уровне. Я благодарна за приглашение. И очень почетно побывать среди таких великих людей, которые сегодня были почетными приглашенными. Сельские игры теперь хорошая традиция не только для Сергиевского, но и Кенео-Черкасского районов. Чирлидинг, лапта, городошный спорт, бокс, плавание, самбо, шахматы и многие другие виды спорта. В них выявились новые звездочки. Кто-то, воодушевившись своими победными результатами, займется спортом профессионально, а кто-то пересмотрит свой режим дня и выберет здоровый образ жизни. Юлия Винджага, Алексей Кавридин, служба новостей из Кенео-Черкасс. В течение 2017 года 14 ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, была оказана адресная помощь со стороны районной администрации в плане благоустройства. Совсем недавно капитальный ремонт кровли был проведен в селе Мордовская селезьба в доме труженицы тыла, 91-летней Марии Силантьевой. В Сергиевском районе помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам оказывается весьма многосторонним. Регулярно наш канал «Радуга-3» освещает истории ветеранов-новоселов, для кого государство приобретает благоустроенное жилье. Но на днях мы побывали в гостях и у жительницы села Мордовская селезьба, имеющей статус труженицы тыла. К 9 мая 2017 года Марии Григорьевне Силантьевой был сделан долгожданный подарок. Выделены средства в размере около 48 тысяч рублей на капитальный ремонт крыши ее дома. И таких адресов в 2017 году уже 14. Судьба Марии Григорьевны вполне подошла бы для основы остросюжетного правдивого фильма о войне. В военные годы ей довелось и рыть окопы для танков, и возделывать землю. Да не просто колосьи убирать, а трудиться трактористкой. Их, как только был освобожден от фашистов Крым, перебросили на эти южные рубежи родины, чтобы и та земля дала хлеб фронту. И после войны дело это не женское, наша героиня не забросила. Родственники и сейчас пользуются ее советами при починке своих уже современных автомобилей. Вот оно, мастерство и опыт. 70 лет назад Мария Григорьевна, выйдя замуж, въехала с супругом в этот домик. Как могли, вдвоем они поддерживали строение. Здесь появились на свет их 8 детей. Тут они встречали новости о рождении 14 внуков и даже правнуков. В 2012 году Мария Григорьевна поняла, что своими силами с ремонтом крыши ей уже не справится. Ее супруга уже нет в живых. Дети, хоть и приезжают часто, не забывают, забирают маму на зиму к себе, но все же сами живут не близко. Наша героиня написала в адрес властей Сергеевского района заявление с просьбой о содействии в ремонте крыши. И вот перед 9 мая 2017 года пришли новости о скором начале работ. Опытная бригада трудилась тут всего лишь пару дней. Хозяйка результатом осталась довольна. Ой, как рады мы. Сыны, что тут был, как рады. Хорошо, больно все сделали так. Ой, и начальники приходили, смотрели, как они делают. Два дня приходили, еще приезжали. И внутрь сделали все новые доски. Все, и так, знаете, я думаю, сколько у меня уборка нам. Ну, ведь все убрали до палочки, убрали, поклали. Где плохая, где хорошая, где бревна. И вот, смотрите, все поклали. Ой, какие, я говорю, хорошие люди. На этом адресе прошла полная замена всех конструкций крыши. Коньков, обрешетки, кровли. Подставлять ведро под текущий в дождь потолок, как раньше, уже не придется. Сейчас у Марии Григорьевны большие планы на лето. Она цветовод-любитель. Насколько хватает сил. И всегда принимает множество гостей. А впереди, в конце мая, еще и ее день рождения. Ей исполняется 92 года. Наша героиня сказала, что главный подарок в этом году она уже получила от государства. Екатерина Фарисея-Ромакова, Руслан Зубарев. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Ежедневно Сергиевский реабилитационный центр оказывает множество услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. Здесь работает настоящая команда профессионалов. В апреле учреждение отметило свое 15-летие. По этому случаю на этой неделе здесь организовали небольшой праздничный вечер с участием самих воспитанников. У них сегодня большой праздник. Торжество, на которое пришли многочисленные гости. День, когда можно подвести определенный итог работы и наметить планы на будущее. Сергиевский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе отметил свое 15-летие. По этому случаю в стенах центра состоялось праздничное представление. Небольшой зал едва вместил всех желающих. Хочется пожелать вам творческих успехов, просвидания. И, конечно же, та мечта, которая у вас есть о отдельном здании, обязательно воплотилась в жизнь. Воспитанниками была подготовлена праздничная программа. Песни, танцы, стихи и небольшие сценки. Кроме того, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены заслуженные работники центра. Особо отметили спонсоров, оказывающих ежедневную поддержку. Прозвучали слова благодарности от родителей и гостей. Коллектив собрали дружный, все улыбчивы, добры. Пожелать хотим здоровья и удачи от души. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья – важная часть жизни современного общества. И отрадно, что в Сирьевском районе есть подобный центр, где малыши чувствуют себя как дома. Сейчас, как никогда, этот центр очень востребован, не только в Сирьевском районе, в Северном округе, но вообще подобные центры в Самарской области на сегодня очень востребованы. Это связано с тем, что среди детского населения отмечается рост детской инвалидности, детей с инвалидностью. Отмечается и наличие разных, очень своевременных и эффективных методик, которые могут помочь подобным детям. И реабилитационный центр – это как раз то учреждение, которое работает и с семьей, и с ребенком инвалидом, и с его ближайшим окружением. К особым маленьким людям требуется соответствующий подход, а следовательно и работа настоящих профессионалов. В стенах центра на сегодняшний день трудится четыре десятка специалистов высокого уровня – воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, локопеды и многие-многие другие. Ежедневно своим кропотливым трудом они отдают частичку тепла детям. Чтобы научить его жить с его особенностью, научить его подготовить его к школе, подготовить его к детскому саду, подготовить его к дальнейшей жизни. И все, что возможно силами специалистов этого реабилитационного центра, это делается. 35 детей могут в ежедневном режиме посещать центр в стационарных условиях, и большая масса детей может посещать центр с кратковременным пребыванием для получения срочных социальных услуг. И маленькие дети раннего возраста также приходят к нам часто. 15 лет для учреждения – возраст небольшой. Однако, с другой стороны, это более полутора тысяч ежедневных курсов, проведенных с детьми. Огромное количество семей, нуждающихся в поддержке, и сотни человеческих судеб. Дмитрий Сурков, служба новости телеканала «Радуга-3». Ямы и кочки останутся в прошлом. В поселке Серноводск проведены работы по ремонту улично-дорожной сети. И сейчас новый асфальт уже радует жителей по улицам Калинина и Ленина. Ремонтные работы при дворовой и дорожной сетке на двух улицах в поселке Серноводск ведутся вот уже три недели. В настоящее время они подходят к завершению. Большая часть работ уже выполнена. Так, ремонт дороги полностью закончен на улице Ленина. Здесь асфальт был проложен около первого и третьего домов. Конечно же, стало очень красиво. Посмотрите, как хорошо. У нас во двор заехать нельзя было. У нас ям, провалы тут вот были, колодцы ненужные старые. А сейчас ровно и красиво, и дети хорошо. Видите, классики играют. Тут уже прекрасно. Но у нас жители вообще активные в доме всегда. Мы тоже сами всегда стараемся. Вот на субботник благоустраиваем. Но ведь когда двор не старый, не отремонтированный, красоты не наведешь. А теперь, видите, как хорошо. В новой придворовой дороге радуются и жители дома номер 22 по улице Калинина. Здесь асфальт, как и в других дворах, не обновлялся практически в течение 40 лет. По словам граждан, разница между тем, какой дорога была раньше, и тем, как она выглядит сейчас, огромна. Было очень плохо. А что конкретно? Были большие ямы. Не только проехать нельзя было, даже пройти нельзя было. Но в сравнении сделали очень хорошо. Мы очень довольны. Ну, мы очень долго, конечно, добивались, чтобы нам все было благоустроено, чтобы сделали. И в итоге нам Веселов Алексей Александрович обещал, сказал, чтобы было благоустройство двору. Ну вот, в данный момент все сделали. Теперь хорошая у нас дорожка. Хороший у нас здесь вот заезд. Все. Так что мы довольны. Большое спасибо. Работы по благоустройству придомовой территории по этим адресам – инициатива самих граждан. По словам главы сельского поселения Серноводск, вопрос о ремонте данного дорожного полотна был поднятыми на крайней встрече с главой Сергиевского района. И практически сразу же был получен положительный ответ. Вот видите, уже все работы закончились. Довольно-таки хорошо и быстро все это было сделано. Большая заслуга, конечно, администрации района, главе Веселову Алексею Александровичу хочется сказать огромные слова благодарности всей его команде, которые были задействованы в том, чтобы выделить финансы на этот дом. Но надеемся на будущее, что и другие дворы будут благоустроены. Это все зависит от самих жителей, от их активности в поселении. Как они себя поведут, значит, так и будут благоустроиться дворы. Валентина Поликарпова, Руслан Зубарев, информационная служба телекомпании «Радуга-3». Несколько десятков саженцев русской березы на этой неделе высадили представителей молодежи в Сергиевске. Экологическое мероприятие приурочили к акции «Дерево Победы». Эта всероссийская акция стартовала она в апреле месяце. До конца сезона посадки волонтеры со всех уголков нашей страны будут не только высаживать новые деревья, но и ухаживать уже за существующими аллеями. Аллея из молоденьких берез появилась вдоль новой тротуарной дорожки, что были из детского сада «Радуга». Ответственную миссию посадки доверили студентам Сергиевского губернского техникума. И молодежь она отлично справилась с поставленной задачей. Еще несколько лет назад здесь был пустырь. Теперь же окрестная ребятня приходит отдыхать на многофункциональную спортивную площадку. Однако территории не хватало зелени, поэтому администрация поселения приняла решение высадить новую березовую аллею. Во-первых, это будет красиво со стороны дороги, удобно то, что от ветра защищать будет тротуар у нас. Ну и вот наш овраг, он постепенно как бы благоустраивается силами строителей, силами жителей, кто не мусор везет, скажем, а строительный материал, мы его немножко выравниваем. То есть мы думаем, что это будет прекрасно, интересно и можно будет детям и гулять, и родителям. Высадку саженцев приурочили к всероссийской акции «Дерево Победы», благодаря которой каждый новый сквер или аллея помогут улучшить экологическую обстановку и в районе, и в стране в целом. Мы в этом году уже посадили вот шесть замечательных елей депутатов у нас посадили, нашего поселения в парке боевой техники, в парке трудовой славы посадим липы. Посадили ели по центральной улице Сергиевской досадили и липы вот возле парка. Приживутся или нет, покажет время. Уход и полив студенты обещали обеспечить. Надежда Щипакина, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3». Акция «Дерево Победы» на территории нашего Сергиевского района продолжилась на этой неделе. Учащиеся, а также волонтеры в минувший четверг высадили молодые деревца в Сергиевске на территории площадью в шесть гектар. В Сергиевском районе активно продолжаются мероприятия по благоустройству и озеленению территории. На днях в Стерноводске было посажено порядка 40 тысяч саженцев деревьев. 17 мая посадка деревьев была произведена на улице Школьной в поселке Суходол. А 18 мая мероприятия продолжились в селе Сергиевск. В районе аэродрома команда студентов техникума совместно с Сергиевским лесничеством с самого утра занялась активной посадкой деревьев. Мероприятие у нас, в принципе, глякся уже с начала весны. Ну, как бы, в каждом сельском поселении проводится озеленение в Терикории, закладах камалей, парков. То есть на Терикорию у нас уже не только Сергиевское лесничество у нас, Соклинское лесничество, Малышинский район, Кошкинский район, в принципе. И как же у нас в рамках мероприятия мы как же проводили посажку лесных колькуреков в Серноводской пойме. Спустя время работу студентов продолжили волонтеры района совместно с сотрудниками Дома молодежных организаций и военно-патриотического клуба «Подвиг». Всего за это время была произведена посадка примерно на 6 гектарах земли. Это около 20 тысяч высаженных деревьев. Деревья порога береза, ясень, они лучше у нас приживаются. Ну, у нас еще будет здесь и сосна, в принципе, но у нас ее немного осталось по этой причине. Только в районе Глухкич мы здесь посадим сосны. Мероприятие по отделению территории проводится в рамках всероссийской акции «Дерево Победы». Она стартует ежегодно в середине апреля во всех уголках страны. Тысячи волонтеров принимают участие в высадке деревьев и в дальнейшем будут ухаживать за уже существующими аллеями. Аллеи создаются в память о павших Великой Отечественной войне. И таким образом акция носит не только экологический, но и патриотический характер. Участие в этой акции дает возможность внести свой вклад в историю родного края. Мы внесли свой вклад в историю и посадили свое «Дерево Победы». В настоящее время акция подходит к завершению, но даже за столь короткие сроки силами всех ее участников проделана огромная работа. Спустя пару десятилетий во многих уголках нашего района появятся новые аллеи, хранящие в себе память о 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба, телекомпания «Радуга-3». То, от чего отреклись в начале 90-х, теперь у многих вызывает ностальгию. А ведь в былые времена все советские ребята 19 мая отмечали День пионерии. Этот праздник берет свое начало с 1922 года. И на протяжении целых десятилетий пионерский галстук для любого школьника был настоящей гордостью. 2 февраля 1922 года по московским улицам, строям и под красным флагом прошли мальчишки и девчонки. Это был один из первых пионерских отрядов. А уже в 70-х годах пионерия стала терять актуальность. Ушла советская власть, а вместе с ее уходом смолкли звуки пионерских горнов и барабанов. Но те, кто носил красный галстук и читал вслух торжественное обещание с лозунгом «Будь готов! Всегда готов!» И сегодня вспоминают, насколько интересным было то время. Я рада, что я пережила это время, советское время. Что как-то и до сих пор, 19 мая, волнительно, торжественно, все это осталось в память. И все это нам помогало расти такими... Не мешало ни учебе, ничего. Росли мы старательными, добросовестными, трудолюбивыми, патриотами своей родины. Конечно, для современных детей слово «пионер» утратило свое значение. Однако праздник, 19 мая, остался, пусть и неофициально, говорит Марина Гаврилова. А в школах, как, например, в Кармала-Аделяково, о пионерском движении напоминают лишь экспонаты, хранящиеся в школьных музеях. Даже как-то волнительно. Да, очень волнительно. А приятный внешний вид – закон для пионера. Поэтому он с самого начала должен был знать, как завязывать пионерский галстук. По своему внешнему виду это треугольный шейный платок, который своими концами символизировал единство трех поколений – пионеров, комсомольцев и членов партии. Хранить и оберегать пионерский галстук было святой обязанностью каждого пионера. За этим дети старались следить. Галстук всегда надо было правильно завязывать, чтобы он всегда был чистым, аккуратным. Принимали пионеры тогда только достойных. Если двойки какие-то, там есть недостатки в поведении. Но им давали время исправиться, потом их повторно принимали. Лагеря, зорницы и большие костры – все это в прошлом. Нишу пионерской организации в России до сих пор никто не занял. Но в школах сегодня уже наблюдается что-то подобное. Военно-патриотические клубы, различные кружки. Что сказать, все новое – это хорошо забытое старое. Надежда Щипакина, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3». Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области провели рейд по мини-рынкам, где продаются саженцы. Цель проверки – определить законность приобретения и реализации посадочного материала. Кроме того, самое главное – проверить его качество. Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области на минувшей неделе завершили массовую проверку мини-рынков, где продаются саженцы, а также семена цветочных и плодово-ягодных культур. Цель проверки – определить законность приобретения и реализации посадочного материала. Кроме того, самое главное – проверить его качество. Управление МРСН ежегодно проводится рейдовые мероприятия, направленные на выявление контрабандных поставок посадочного материала. И не только это, а также они направлены на выявление карантинных вредных организмов, завозимых с посадочным материалом. Оказалось, что значительная часть товара на цветочных рынках продается без необходимых документов, подтверждающих посевные и сортовые качества товара. Семена цветов, саженцы, кустарников и деревьев должны быть внесены в государственный реестр. Они должны быть адаптированы к климатическим условиям Среднего Поволжья, ведь большинство саженцев привозятся в Самарскую область из южных регионов, в основном из Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской областей, Республики Узбекистан и из Молдовы. Такой посадочный материал вряд ли будет активно плодоносить и даже может погибнуть в холодное время года. Для того, чтобы не разочаровываться в приобретении товара, покупателям необходимо просить продавцов показать им имеющиеся у них документы, которые бы подтвердили качество саженцев и семян, их сортовые характеристики. Реализуемый посадочный материал должен сопровождаться документами, подтверждающими сортовые посадочные качества. Это может быть сертификация ответствия, либо акт апробации и протокол испытаний. Кроме того, необходимо уделить внимание внешнему виду растения. Растение должно быть без признаков усыхания, механических повреждений. Корневая система должна быть хорошо развита. Каждое растение должно иметь этикетку, на которой указан сорт, категория. Очень часто покупатели жалуются на то, что покупая один сорт саженца, они приобретают совершенно другой. Или же вместо раннего сорта плодового дерева вырастает, наоборот, поздний. Бывают случаи, когда купленный на мини-рынке товар оказывается вообще совершенно иным растением. Ежегодно на территорию Самарской области возится посадочный материал. Так как возится он нелегально, поэтому его очень трудно отследить. И управлением ежегодно проводятся данные мероприятия на выявление ввозимого посадочного материала. Так как заводится в основном с других регионов, где распространены карантинные объекты. И наши мероприятия в том числе и направлены на то, чтобы распространение данных карантинных объектов не увеличилось. По результатам рейдов специалистами Управления Россельхознадзора были возбуждены более 20 дел об административных правонарушениях. В связи с незаблюдениями требований законодательства Российской Федерации, касающихся семеноводства и посадки садовых и сельскохозяйственных растений. Молодые футболисты Серьевского района на минувшей неделе выезжали в село Большая Черниговка, где встречались с местным восходом. Подопечные Евгения Кузнецова пока идут без поражения, тем самым подтверждая свой высокий класс. Игра между восходом и Серьевском началась без раскачки. Не успела секундная стрелка завершить свой второй круг, как счет был открыт. Хозяева поля нарушили правила. Вблизи собственной штрафной Илье Чекванову удался отменный по точности удар 1-0. Поведя в счете, гости прибрали инициативу к рукам, но выглядели при этом несколько расслабленными. Быстрый гол подействовал нежелательно на подопечных Евгения Кузнецова. И как ни старался наставник докричаться до игроков, те были уверены – успех уже в кармане. В итоге случилось то, что и должно было произойти в данной ситуации. В середине тайма хозяева поля восстановили равновесие, а перед самым перерывом отправили и второй мяч в сетку ворот Серьевска, чем вызвали восторг местных болельщиков. Наша команда неожиданно оказалась в роли отыгрывающихся, помог прийти в себя гостям перерыв, в ходе которого футболисты получили от тренера заслуженный нагоняй. И сразу после того, как прозвучал свисток о начале второй половины матча, забегали и заиграли агрессивней. Спустя три минуты с левого фланга последовала передача. Илья Чекванов головой точно пробил в сетку 2-2. Ничейный результат держался недолго, да не убондарив, нанес из-за пределов штрафной площади могучий удар, оказавшийся в итоге для голкипера неберущимся. Этот мяч окончательно сломил хозяев, до завершения встречи они так и не смогли прийти в себя. Наши же футболисты только развивали преимущество, которое к концу матча вылилось в полный разгром. Дубль в исполнении Ларионова, еще один точный выстрел на счету Славяковского, финальный свисток зафиксировал победу Серьевска 6-2. Наша команда набирает после двух туров 6 очков, что позволяет ей находиться на вершине турнирной таблицы. Сергиевские футболисты делят первую строчку вместе с красноярским соком. Игры третьего тура пройдут в ближайшую субботу. Сергиевск в родных стенах примет нефтегорский нефтяник. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Пока наши команды были в дальнем выезде, Суходол без футбола не остался. На этой неделе там прошло первенство Самарской области среди обучающихся юношей. Четыре команды определяли сильнейшего матчами в один круг. Хозяева под руководством тренера Вячеслава Устина выглядели более чем уверенно. Перед началом соревнования, в котором участвовали коллективы Серьевского, Кенельского и Приволжского районов, состоялась небольшая церемония открытия. С напутственными словами к ребятам обратились главные судьи турнира, а также представители детской юнжской спортивной школы. Я думаю, сегодня вы покажете хорошую игру, и сезон у вас только начинается. Эти игры одни из первых, и я пожелаю вам в этом сезоне футбольном показать всем хорошие результаты. Борьбу за победу вели четыре команды, составленные из ребят 2003-2004 годов рождения. Хозяева соревнований были представлены двумя коллективами. В бой молодых подопечных вели наставники Вячеслав Устин и Вячеслав Лемков. Обе команды усердно готовились к столь серьезному соревнованию. Первая команда, это как бы считается второй состав второго года, то есть третий год, ребята. Они по своему году каждый год радуют, и вот очередной раз им предстоит, и есть возможность доказать, что они лучшие в области, что они там призеры России, они в прошлом году были. В этом году это единственное соревнование по их году. Вторая команда, это ребята на год моложе, тренер Лемков Вячеслав Олегович. Они, начиная с зимы, обстреливаются по старшему возрасту, и начиная с 1 июня уже будут играть первенство области по своему возрасту. Победители определяли круговым турниром. Каждая из четырех команд должна была провести по три встречи. Первыми на поле Олимпа вышли хозяева, старшие и младшие сыграли между собой. Игра получилась такая, что друг друга ребята знают. Малыши подумали, что уже проиграли, а старшие подумали, что уже выиграли. Поэтому игра, честно говоря, нам тренерам не понравилась, но закончилась она 2-0 в пользу старших ребят. После того, как младшие юноши, выступавшие в этот день в футболках синего цвета, уступили своим более опытным и мастеровитым товарищам, им предстояло помериться силами с футболистами из Кенельского района. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев и завершился со счетом 1-0. А вот во втором, в течение нескольких минут, наша команда пропустила трижды. И хотя до финального свистка один мяч был отыгран, времени на то, чтобы спастись, у подопечных Вячеслава Лемкова не хватило поражения 2-3. Тем не менее, две неудачи не помешали юным футболистам вмешаться в спор за медали. Сначала команда одолела оппонентов из Приволжья со счетом 2-0, а затем стала ждать результатов матчей своих старших товарищей, которые должны были выигрывать только с крупным счетом. Первая команда под руководством Вячеслава Устина так и сделала. Коллектив из Кенельского района был обыгран со счетом 7-0. Шесть мячей в свои ворота получили сверстники из Приволжья. Сергеевск-1, набрав 9 очков из 9 возможных, с разницей забитых и пропущенных мячей 15-0, завоевал первое место. Все оставшиеся команды набрали по 3 очка, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей на вторую итоговую строчку поднялась вторая команда Сергеевского района. Бронзовые медали завоевали футболисты из Кенельского района. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». И таковы были наиболее заметные события уходящей недели. Ну а мы напоминаем, все то, что вы не успели посмотреть в эфире телеканала «Радуга-3» обязательно найдется на нашем официальном сайте. Сегодня с вами были Надежда Щипакина и Дмитрий Сурков. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова